Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который, кто-то плохо учился, кто-то там за деньги устроился, кто-то не его сфера, он специалист в другом направлении. То же самое и в госорганах, если, к сожалению, там присутствует человеческий фактор. Есть специалисты, которые не разбираются в этом вопросе, которые занимаются отписками. Хуже того, которые дают неверные разъяснения специалисту, ориентируют его неправильно. И он начинает лечить уже другую проблему, которая в том числе может давать пробочный эффект. Его ориентируют в одном направлении, а у него, может быть, нужно было решать свою проблему в судебном порядке. В итоге он теряет время, он теряет доказательственную базу, он теряет сведения, он теряет информацию о оппоненте, кто нарушает его права. И, соответственно, уже потом решить свою проблему гораздо сложнее возникает. Вот вы немало сталкивались с проблемой в различных сферах. То есть, и мне интересно, в основном ошибки, когда самостоятельно старается человек защитить себя, где он спотыкается? Какие подводные камни бывают? Вот именно человек сам себя защищает, допустим, да? Какие ошибки он совершает? Изначально человек, когда сталкивается с проблемой, бывает такая ситуация, но в силу своей профессиональной деятельности я много с этим сталкивался. Гражданин считает, что его проблема, она проста, очевидна. И, следовательно, способы и решения тоже, они такие же простые. То есть, если это касается, допустим, судебного разрешения спора, он считает, что достаточно ему написать, ну, произвольное заявление в суд. Вот, шаблоны они есть в судах, он на них смотрит, пишет там же в суде заявление, отдает, но не осознает о том, что очень много процессуальных нюансов, очень много способов фиксации и закрепления доказательной базы. Если это спор двух сторон, с той стороны защищает интересы оппонента квалифицированный юрист, то здесь велика вероятность того, что истец проиграет, даже если у него хорошая доказательная база. Тут особенность, в чем заключается, в умении правильно использовать эту доказательную базу, в умении правильно использовать процессуальные нормы. То есть, фактически, квалифицированный юрист, он может выбить весомые твои доказательства, правильно используя процессуальные нормы. Есть какой-нибудь пример, допустим, какой-то доказательств, оно или незаконным путем добыто, или что-то, что должно быть? Человек принес доказательств, а оказалось, что не принял суд. Не столько суд, но здесь, кстати, тоже важный фактор. Судей, квалификация судей, компетенция судей, объективность судей, заинтересованность в исходе того или иного дела у нас в Дагестане, к сожалению, это имеет место быть, пусть не скажу, что часто, но достаточно распространенное такое явление. И здесь, получается, сторона, она должна бороться и с оппонентом, и в некоторой степени с судом. Возникают такие моменты, естественно, неподготовленному человеку с неюридическим образованием, со слабыми юридическими знаниями, ему тяжело выиграть эту схватку и решить исход дела в свою пользу. Поэтому очень много граждан ошибаются, допустим, теряют доказательные базы, нарушая сроки подачи процессуальных решений, заявлений и так далее, не акцентируют внимания, неправильно фиксируют доказательства. У них вроде бы есть доказательства, то есть он представил, но не акцентировал на нем внимания, он не зафиксировал ее там. А как правильно зафиксировать, допустим, какое-нибудь доказательство пускай будет, это фотографировать или видео снять, да, или как? Доказательства, они должны фиксироваться. Вот ДТП случилось. ДТП, если случилось, к примеру, тут важно определить изначально, кто виноват. Если виноват оппонент, многая сторона, то определить, то есть зафиксировать, какие правила дорожного движения нарушил... Та сторона. Та сторона, да, которую вы привели в ДТП. Следовательно, вот эти вот причинно-следственную связь противоправных его действий и самого ДТП, необходимо ему зафиксировать, если это позволяет схемой, то схемой. Если это видеофиксацией, то видеофиксацией зафиксируют. В том числе и сведения относительно самого лица, который совершил ДТП. У нас же нередко одно лицо совершает ДТП, а потом уже возникает, что якобы за рулем находился другое лицо. То есть видеофиксация, фотофиксация, схема, свидетельские показания. А свидетелями все могут быть? То есть родственники, близкие, допустим? Могут, да. Не имеет значения, да? Нет, свидетель это то лицо, которое может дать информацию, предоставить сведения, касающиеся события, правонарушения. А бывает и так, что подготовлен свидетель? И можно ли его вычислить как-то вопросами? Можно, это уже более опытные специалисты, юристы, либо дознаватели, следователи, они имеют необходимые навыки, они могут выявлять на противоречиях, на различных обстоятельствах, ситуациях. Если свидетель не знает достоверно о каких-то этапах события, при правильных наводящих вопросах, то есть его показания могут разниться. И на этом, соответственно, он может поставить, кстати, и под удар положение самого того лица, в чьих интересах он дает недостоверные показания. Вот один из вопросов у меня такой был. Допустим, человек подает самостоятельное заявление в суд, там рассказы, опять-таки, слабая доказательная база и так далее. И у него возникает впечатление, что судья должен эти доказательства искать. Вот какой у нас суд? Я слышал их состязательность, я читал их, соответственно, да, состязательность. Что это означает, состязательность? Состязательность это равные права, равные возможности для сторон предоставления доказательств, предоставления сведений, ну, доказательств, на которых основывается их требование или их позиция. Судья сам собирать не должен в силу процессуального законодательства. То есть даже если он понимает, что здесь можно, допустим, куда-то обратиться, какую-то информацию получить, судья не обязан этим заниматься, правильно? Судья не обязан этим заниматься, да. Судья, он до юра лицо нейтральное, он оценивает те доказательства, которые предоставили стороны, он оценивает то, каким способом были приобретены эти доказательства. То есть оно может быть доказательством, но добыто с нарушением закона судья при желании, он не может опираться при внесении решения на эти доказательства. Потому что они подлежат отклонению. Нельзя, к примеру, там, скрытой камерой, там, допустим, незаконно получить доказательства, потом представлять их в суд. Скрытая камера, это не спрашивая разрешения у человека, который пришел? Есть законы персональных данных, есть законодательство регламентирующее, допустим, эту сферу деятельности. То же самое касается, там, если вопрос о уголовных дел, допустим, казалось бы, доказательства есть, казалось бы, подтверждает там то обстоятельство, в связи с чем оно представлено. Но оно добыто незаконным путем и, естественно, обратная сторона, она может заявить об исключении этого доказательства из числа доказательств. То есть, фактически, получается, явно видно, в виде фиксации есть это совершение преступления, но из-за того, что, возможно, оно было неправильно зафиксировано, судья просто не примет его. Но он может оперяться, соответственно, да? Ну, он не может, судья же должен выносить решение законное и обоснованное. То решение, которое он будет излагать в результативной части, он должен в мотивировочной части привести те доказательства, которые легли в основу его мнения относительно той или иной стороны спора. Естественно, это доказательство он не может там указать, потому что оно исключено, он добыто незаконным путем. Поэтому, как я уже говорил, процессуальное законодательство, оно состоит из норм процессуального права и из норм материального права. Материальное право – это доказательства, это факты, обстоятельства. Процессуальная норма – это сторона фиксации, сбора, закрепления, предоставления, в том числе в сроки. Есть сроки предоставления доказательств, к примеру, на апелляционной инстанции, допустим, на второй инстанции. Нередко бывают случаи, когда к первой инстанции граждане подходят халатно, надеясь, что там судья сам за них все сделает. Или у них есть там два-три доказательства, допустим, они железные, как им кажется, и они не утруждают себя, допустим, сбором иных сведений каких-то. Предоставляют их, но неожиданно решение выносится не в их пользу. И уже в апелляционной инстанции они предоставляют дополнительные доказательства и так далее, но есть норма права, которая гласит о том, что дополнительные доказательства в апелляционной инстанции могут рассматриваться, учитываться только в том случае, если невозможно было их представить в суде первой инстанции. А если была возможность их представить, то они уже, соответственно, не могут быть представлены, даже хоть они имеют весомое оборудование. Интересно. Мохаммад, бывает ли так, что во время судебного процесса вы предоставляете доказательства, свидетельские показания и так далее, но тем не менее на ровном месте без обоснования судья может принять решение полностью противоположное? К сожалению, бывает. Даже так? К сожалению. Что делается дальше? К сожалению, неожиданные, непонятные, удивительные решения, они в Дагестане имеют место быть. То есть даже если не за что зацепиться, может быть полностью противоположное решение? Или какое-то обоснование находится? Они приводят, естественно, они обязаны приводить обоснование, естественно, они приводят обоснование очень весьма сомнительное, они приводят обоснование неверной интерпретации нормы права. То есть ее можно прочитать до запятой, а можно прочитать до точки. То есть если полностью предложение читать, соответственно, смысл в нее один. Можно исказить смысл, прочитав до середины, там дальше идет «но», в таких-то иных случаях применяется. И, естественно, судья или другая сторона, они могут исказить смысл этой нормы и приводить ее тоже таким же образом, и судьи, к сожалению... А что вы делаете в таких случаях? Вот, допустим, решение принято, были ли у вас доказательные доказательства в исчистоящее суд, да? А если там то же самое? Часто бывает, что то же самое, да? Бывает. К сожалению, есть такая практика, она хорошо, но по моим наблюдениям она редкая. Есть такая практика о том, что говорят, если, скажем так, мы можем говорить вещи своими именами, да, мы взрослые люди. Если вопрос решен по делу нелегальным путем, то, как говорится, если в основном очень часто хоть сказку напишу, как мнение некоторых судей, а в результативной части напишу исковые требования там лица удовлетворить, в отношении которого кто-то походатайствовал или как-то иным путем вопрос решен, то это решение, оно пройдет, потому что вопрос решен по ссылочке вверх, да. Это факт, опять же, он не знаю, насколько распространен. Каждый телезритель, кто сталкивался с такими проблемами, он знает, они возникают в их жизни. Особенно это распространено в сфере земельных правоотношений, да, у нас в сфере жилищных правоотношений, да, у нас нередко такие случаи возникают, когда там земля продалась двум, трем, четырем лицам, они решают вопрос, там не всегда с буквы закона принимались решения, сейчас, надеюсь, ситуация изменится, и в том числе с приходом нового верховного судей республики пора уже переходить на правовые рельсы, скажем так. Ну да, но вот я понял, сложные моменты, когда возникают, вот есть юристы, которые работают по шаблону, договариваясь, да, то есть больше посредническая деятельность, а есть юристы, которые работают согласно букве закона, и им сложнее всего, я думаю. Но сейчас возникает другая ситуация, сейчас уже и с судьями уже работают, и с другими сферами, то есть руководство новое, да. Не возникает ли такое, что впоследствии те юристы, которые просто были посредниками, они в основном неактуальны, потому что они работать не смогут? Ну, оно очевидно. Чем хуже ситуация в правоприменении, тем, естественно, больше возможностей у недобросовестных юристов влиять на ситуацию, решать вопросы и, условно говоря, помогать своим клиентам. Чем эта ситуация будет быстрее и лучше выправляться, то есть будет более правовое государство, правовая республика, естественно, там уже на первый план будут выходить более квалифицированные, ответственные, порядочные юристы, потому что уже судьи будут вынуждены принимать решение, исходя из буквы закона. Естественно, если один юрист слабо знает законодательство, больше он руководствовался там финансовыми интересами, договоренностями, то, естественно, ему нужно или поднять свой профессиональный уровень, или уже уйти с этого рынка, потому что сюда приходят более качественные и компетентные юристы, которые будут выигрывать эти процессы. Ясно. Спасибо большое, Мухаммад, за предоставленные ответы. Действительность информации была очень важная. Надеюсь, она станет полезной для наших телезрителей. К сожалению, передача подошла к концу, поэтому тебе большое спасибо. Спасибо. А уважаемые телезрители, с вами мы попрощаемся до следующего понедельника. Всем ассаламовик. Субтитры подогнал «Симон»!